В прошлом году все отчитали, что во Всеволожске-на-Сергиевской 104 ввели в эксплуатацию четырехэтажный дом с мансардой. Он был долгостроен целых 13 лет. Мы сегодня с вами посмотрим, как же сдали этот дом. Входная группа. Здесь, соответственно, нет лифтов. Видим временные провода. Вход в межквартирный коридор. Тепловая пушка. Обычные картонные двери. Достраивает, издавал, соответственно, группа компании Рассветай. Квартиры открыты. Квартиры без отделки. Мы видим, что просто черновая отделка, разводка электричества и какая-то кривая косая стяжечка на первый взгляд. Пушка обогревает для того, чтобы здесь было тепло. Причем достаточно странно. Да, тут-то прохладно. Тук-тук. Есть кто живой. Однокомнатная квартира. Небольшая кухня. Большая комната. По мне нужно было менять естественными местами. Здравствуйте. Блоки СКЦ. И, соответственно, здорово, что нижняя подводка системы топления. И это радиаторы стальные. Евророс. Вначале под Мулпурму. Радиаторы холодные. К соседям здорово, что стена из монолита. Ванная комната и большая прихожая. Ну и относительно современным меркам небольшое количество квартир в доме и, соответственно, на этаже. Ну, двери, понятно, все под замену. Квартиры одна и двухкомнатные. Вот мы с вами в двухкомнатной квартире. Здесь, конечно, здорово, что есть газ и есть, соответственно, свой котел. Установлены смонтированные счетчики. Подведен, соответственно, газ. Есть даже лоджия. И при этом, знаете, что странно, что вот напротив это дом-брат-близнец. И обратите внимание, в каком он состоянии. В таком же состоянии был и этот дом. И, по мне, странно, один они ввели в эксплуатацию и вот сейчас достраивают, как мы с вами видим. А на этот пока... Ну, вот видно, что там охранник с лопатой стоит, я так полагаю, да? Все, больше... Вот он, друзья. Больше ничего здесь нет. Поднимемся на самый верх. Мы с вами, друзья, поднялись на четвертый этаж и здесь все намного интереснее. Аналогичный межквартирный коридор, аналогичные картонные одноразовые двери. Заходим, а здесь уже гипсокартон. Смотрите, как закрепили хорошо. И вот это уже, я полагаю, возводил как раз Расцветай. То, что здесь ничего не было. Но если ниже на этажах мы видим СКЦ-камень, то здесь, соответственно, мы видим двухслойный, причем гипсокартон. Но не всегда он хорошего качества и хорошо прижат. Почему-то вот здесь не хватает саморезов. Хотя они здесь должны быть. По мне, так же странно, что проводку сверху пустили. Наверное, так и нужно, конечно. Но это гипсокартон. В принципе, он шпаклюется, клеится обои, красится и все. Но, как-то, знаете, не очень аккуратно сделано. Зато есть гардеробная. Зато на мансардном этаже высоченные потолки. Вот здесь мы видим, видите, вот сейчас за лампочкой, что лист вот такой немножечко, знаете, как будто отваливается. Тут пена, тут щели. Ну, как-то так, гипсокартончики. Либо им мало платили. Щель какая, смотрите, и перепад. Офигеть. Вот вам качество. Группа компании Рассветай, напомню, этот объект достраивала. Зато, кстати, очень мощные направляющие. Не в каждом объекте такое есть. Аналогичный газовый котел. Лоджия остекленная. Знаете, здесь из нюансов, конечно, понятно, что проект не расцветая, но остекление достаточно скудное. Очень здесь мало. Из плюсов спасибо, что поставили вот здесь тоже стекло, а не сэндвич-панельный сэкономил. Рассветай. Соответственно, хоть чуть больше света. А так окошки, конечно, здесь, друзья, достаточно небольшие. Я бы сказал, даже маленькие. Хотелось бы, чтобы они были побольше. На, видите, здесь все аналогично. Здесь, когда смотришь вот на эту стену, просто вот здесь зачем-то такую щель оставили. Ну, по мне, конечно, очень-очень все это странно. Но ничего. С данный дом сейчас доделают, достроят. Подключат отопление, потому что радиаторы почему-то холодные. Греют они тепловыми пушками. Да, здесь ничего не включено. Ну и начнут, скорее всего, продавать. Вон, обратите внимание, вон, качество. Видно, да, как они сделали. Красавчики. Спасибо, расцветай. Есть даже помещение с двумя окнами. Обратите внимание, что окошечки достаточно такие небольшие. О чем я вам и говорил. Ну, сверху отлично виден соседний корпус. Видно, что там полнейшая разруха. Но вот есть такое более такое ощущение, что свежий забор. Возможно, и возьмутся, и достроят. Дома действительно здесь стоят очень-очень давно. Так, здесь у нас, скорее всего, тихо-этаж. Да, тут открыто. Да, ну, что-то так себе. Такое специфическое местечко. Поднимемся выше. Ну, какие приятные лестничный марш металлический. Площадка из металла. Соседняя советская панелька. Так, и здесь должна быть кровля. Оставили потомкам. О, все открыто. Какой здесь балкончик. Крыша косая. Прекрасный электрокабель. Видите, как держится. Кто-то здесь уже ходил. Как-то интересно сделано. Такая распорка обычная. Из направляющих. Это вот как раз, где газ выходит из кухонь. Интересно. Не, молодцы, конечно, что сдали, что ввели в эксплуатацию. Но, странно, что идут какие-то строительные работы. Так, тут у нас что? О, расширительный бак. Тут тоже котел газовый. Интересно. Папа Карл живет. Комплекс, конечно, вернее, жилой малоквартирный дом выглядит не хуже, чем современные наши новостройки. А дом, в принципе, выглядит неплохо. Просто. Вот, видны промерзания. Есть у нас небольшой приямочек, куда идет. Электричество, или от него идет. В соседний дом, скорее всего, чтобы бытовку греть. Ну, конечно, на соседний дом, когда посмотришь, хочется плакать. Аккуратно спускаемся в приямок. Значит, смотрим на... Ну, тут расцветай не буду ругать, но... А, вот, слушайте, здесь даже есть место, куда должно уходить вода. Ничего себе. А проект, это, знаете, наверное, какой-нибудь 2010 года. Если не раньше. Ну, вот такой, друзья, с данной дома. Обратите внимание, здесь даже вокруг территории убрали. Есть площадка для выброса мусора. Фасад нормально смотрится, пока ничего не отвалилось. С вами на видео видели, как отогревает газовую трубу. Вообще, конечно, не знаю, можно ли ее отогревать. Но при этом видно, что кроме газового баллона под давлением с горелкой и гаечных ключей, здесь нет никаких систем для пожаротушения, пожаротушения, что является обязательным. Спасибо, что не рвануло. А то, что такие достраивают объекты и вводят в эксплуатацию, это, конечно, правильно. Но мне лично непонятно, почему ввели в эксплуатацию. До сих пор достраивают, как мы с вами видели. И не заселяют людей. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, друзья, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи.